В летний период во времени, как правило, цветут сорные и злаковые травы. То есть пациенты при выходе на природу в поля начинают активно чихать, у них закладывают нос, появляется кашель, затруднение дыхания. Согласно статистике, порядка 40% населения страдает аллергией. И, к сожалению, эта цифра неуклонно растет. Но важно помнить, что современная медицина не стоит на месте и предлагает множество методов диагностики, профилактики и лечения аллергических реакций. На аллерген мы можем заниматься эффективной терапией. На данный момент существует три метода направления терапии. Первый – это реорганизация быта, когда четко знают свой аллерген, мы пытаемся минимизировать с ним контакт. Второе направление терапии – так называемая симптоматическая терапия, когда индивидуально подбирается лечение пациенту, который оккупирует его симптомы и предотвращает развитие новых обострений. И аллерген-специфическая иммунодиагностика. Этот метод лечения подходит не всем пациентам, но он зарекомендовал себя достаточно хорошо. Это идет уже непосредственно работа с иммунной системой, когда подконтрольно иммунная система пациента контактирует непосредственно с аллергеном. Изначально от очень маленьких количеств постепенно его увеличивает. Одним из основных методов диагностики аллергии является кожный аллергический пректест, который проводится путем нанесения на кожу специальных аллергенов и оценки реакции организмов на них. Кроме того, для подтверждения диагноза также используются лабораторные методы исследования, включающие в себя изучение уровня антител к аллергенам в крови. У нас существует в лаборатории большой перечень панелей. Есть респираторные панели, есть пищевые панели, а также педиатрические или смешанные. Каждая панель представляет собой нитроцеллюлозную мембрану, на которую нанесено 20 аллергенов. Данные панели обрабатываются специальным оборудованием, автоматически выдаётся результат и определяется концентрация антител и класс аллергореактивности. Как отмечают врачи, симптомы аллергии могут быть абсолютно разные и, как правило, определить вид аллергии иногда бывает крайне сложно. Именно поэтому специалисты рекомендуют обращаться к аллергологу для конкретного определения причины аллергической реакции и назначения правильного лечения. В течение года уже мучаюсь с аллергией, то есть это было слезотечение, насморк, зуд глаз, в принципе затруднение дыхания, особенно в летний период. И я принимала различные препараты антикистаминные, это помогало, но ненадолго, и я решила обратиться в кожный венерологический диспансер, так как я узнала, что здесь есть хорошие аллергологи. Мне провели хорошую диагностику, назначили адекватное лечение, и, в принципе, мне стало легче, я узнала, на что конкретно у меня аллергия, и сейчас я пребываю в хорошем состоянии в этот летний сезон, в принципе, очень довольна. А для того, чтобы не пропустить жаркие летние дни, врачи рекомендуют соблюдать несколько правил, которые помогут избежать надоедливых аллергических реакций. Проветривайте помещение в вечернее время или после дождя. Придя домой с улицы, принимайте душ, промывайте нос водой и мойте руки, и тогда вы в полной мере сможете насладиться атмосферой долгожданного лета. Анастасия Панасюк, Эдуард Бакунович, Юрий Лемонтович, Новости Бреста.